Добрый день, уважаемые зрители! Василий Штурман попросил меня снять обзор на мои гири. Ну, то, что у меня дома стояло, остались только коллекционные царские гири, так называемые. Они и остались. В принципе, в интернете достаточно много обзоров на царские гири. У меня двухпудовые две. По нашим исследованиям, они датированы, их изготовление примерно 1853-1859 годы. Я дам ссылку на интересную группу по истории изготовления гирь в царской России. И в последующем в Советском Союзе. Но царские гири, это гири весовые. И, как вы знаете, пуд у нас 16,4 килограмма. И они скорее весят ближе к 33-м, двухпудовые гири. И там ручки, в общем-то, для подъемов неудобны. А мы уже поговорим о современных гирях. Сейчас все мои гири домашние переместились вот сюда в зал. Ну, в принципе, здесь ничего особо необычного нет. Это серийные уральские гири, которые производят Iron King, уральские гири. То есть, вы знаете, что мы с ними плодотворно сотрудничаем. Действительно, качественный продукт. Действительно, большая часть гирь сейчас производится именно ими в России. Ну, там, я проценты сейчас точно не скажу. Но отличительная особенность в том, что эти гири не колются, как иногда бывает. Ну, скажем так, и было, откалывая свои ручки даже у советских гирь. Ну, и, собственно говоря, вот весь набор у нас тут парный, начиная с 8, 10, 16, 24, 32, 40, 50 и 60 килограммов. Ну, гиря как бы парный снаряд. У нас всем есть пар, кроме вот маленькой гирьки, которая взялась ниоткуда. И вот 60-килограммовый. Но пока, в принципе, этого хватает. Вот. Ну, посмотрите. У них есть клеймо. Уральская гиря. Тяжелые гири уже производятся с нашим логотипом в World Arm Lifting Association. Вот. Вы можете заказать такие гири. Ну, и, в принципе, этого вполне достаточно. И как для тренировок в стиле гиревого спорта классического, так и в плане подготовки к подъемам тяжелых гирь. Ну, и еще другое направление. У нас гири используют достаточно много в функциональных тренировках борцы. Вот. И, в общем-то, этот снаряд универсальный. И, как я считаю, очень полезный и недооцененный. И только в одном подъеме на количество раз, ну, скажем так, это далеко не все положительные моменты, которые можно извлечь из гирь. Поэтому занимайтесь с тяжестями. Обязательно используйте в своих тренировках гири. Мы будем выкладывать уроки. Я уже выкладывал достаточно видео, в том числе и с моими учениками, которые успешно справляются вот с этими тяжелыми снарядами. Ну, и кроме того, у нас есть сертификация в подъеме тяжелых гирь. То есть там перечислены первые спортсмены, кто официально, по нашим правилам, я тоже приведу ссылку на них. Они выполняют подъемы четкие, по полной амплитуде, по полному циклу от тяжелых гирь. Ну, естественно, мужчины в открытом весе они поднимают гирю 60 килограмм, а юниоры и ветераны могут сертифицироваться с гирями 50 килограмм. Всего вам доброго!